Всем доброе утро! Я на кухне, сегодня суббота, и я решила немножечко разнообразить свои завтраки, потому что, ну, сколько можно завтракать одинаковую еду? Я решила приготовить рисовую кашу с тыквой. Всё-таки осень у нас, о да, зацените мой разваливающийся свитер. Так должен выглядеть домашний свитер, я считаю. Просто дом очень холодный, без отопления, ждём отопления. Я в первый раз буду готовить кашу с тыквой, я не знаю, получится мне или нет. С одной стороны, что-то может не получиться, а с другой стороны, волнуюсь немножко. Первое, что нам нужно с вами сделать, это нарезать вот потрясающую тыкву и положить её вариться в эту милую кастрюльку. Тыкву я не умею резать, это для меня слишком сложно, мне не хватает сил, но сейчас попытаемся с этим что-то сделать. А, это проще, чем я думала. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Так, я провела разговорный клуб по-английскому. У меня хорошее настроение, и сейчас нужно быстро, пока оно хорошее, пока у меня есть энергия, позаниматься йогой. Я уже вообще оставила все попытки записывать, как я занимаюсь чем-то вот спортом, потому что это очень сложно. Потому что ты пытаешься сосредоточиться на упражнениях, а думаешь, а там как кадр стоит, а как, где камера стоит. И всё это вот, меня это бесит, поэтому я так, ну зачем? Зачем я буду мучиться, буду заниматься так. Поэтому да, пойду позанимаюсь, и потом у меня будет день полный учёбы. Всё, have a nice day, guys! Сегодня учусь в кофейню, потому что дома вообще не получается. Постоянно что-то отвлекаюсь. Здесь хотя бы я просто сижу и пишу. И максимум, на что я могу отвлечься, это мой телефон. Правда, я уже не хочу кушать. Ещё хочу сходить в книги посмотреть. Иду смотреть книги на испанском. Вот. Надеюсь, они не стоят как почка. Почему я не вижу испанский язык вообще здесь? Ой, это как бы всё, что здесь есть. Одна полка. Как всё плохо. Так, это мне точно не надо. Это что? Как-то всё это очень грустно. Ну, блин, я хочу что-то интересное. Это полное разочарование. Мало того, что я не купила никаких книг, я их даже не посмотрела, потому что их там просто нет. Раньше в этом магазине... Магазила? Чего? Раньше в этом магазине были книги на иностранных языках. Их было, в принципе, адекватное количество. Можно было что-то выбрать. Сейчас нет вообще абсолютно ничего. Может быть, это связано с тем, что их никто не покупает, поэтому они просто распроиздают всё, что у них есть. Или не знаю, с чем это связано. Но испанских книг там не было совсем. Были две книги какие-то не очень привлекательные, вроде как. И я расстроилась. Ну, я знаю, ещё один магазин, где можно посмотреть, поискать. И я зашла во вкусы, купила продукты. Вот это я купила в Барке, недалеко от своего дома. Я поняла сейчас, что мне дали бананы, которым уже недолго жить осталось. Я просто хочу приготовить завтра овсянку, наверное, вот с арахисовой пастой, которую я купила во вкус. Или я люблю вот такую. Это прям самая вкусная арахисовая паста, по моему мнению. Она вот классическая. Здесь просто арахис и всё. И больше здесь ничего нет. И там прям кусочки арахиса. Внутри я такую очень люблю. Это прям, да, моя любимая паста. Орехи. Давно не ела орехи. Обожаю орехи. Не могу жить без них. Вот это была очень спонтанная, незапланированная покупка. Не знаю, просто увидела этот пирог. И я поняла, что я его хочу. И вот это, потому что я везде это вижу. Все это едят, а я нет. А мне интересно. Вот, кстати, состав картофель, масло, ось, соль. О, клёво. Интересно. Сегодня получается очень прям продуктивный день. Сейчас вообще я шла домой, думала, буду отдыхать. Но пока у меня есть энергия, пока у меня есть желание, я всё-таки, наверное, посижу ещё поработаю. Либо получу что-нибудь. С одной стороны, возможно, неправильный подход, потому что, как бы, логика такая, что для того, чтобы отдохнуть, я должна подождать, пока совсем уже у меня сил не будет. То есть только тогда я могу отдыхать. Поэффективнее всё-таки периодически отдыхать, чтобы не было вот этих моментов, когда ты уже просто ничего не можешь делать. Я вообще, по-моему, непонятно объяснила. Воскресенье у меня выходной, и вот завтра я думаю, что я как раз-таки отдохну. И вот такая логика. Я думаю, что звучит убедительно. Сейчас буду работать и есть вот этот пирог. И пить чай. Знаете, у меня какой-то такой вопрос. Вы любите арахисовую пасту? Потому что я так давно её не ела. Я вот сейчас на неё смотрю. Мне так хочется её съесть, но я подожду до утра, конечно. Она далеко не всем людям нравится. И я, в принципе, могу понять, почему. Ох, завтра буду вкусно кушать. Блин, бананы, жалко, что мне такие дали. Ой, у меня что-то нерв защемило, по-моему. Собственно, к чему мы пришли. Я поработала, сейчас 9 вечера, и у меня уже слепаются глаза, я уже готова спать. Посижу ещё, может быть, видосики какие-то посмотрю. И пойду спать, потому что прям хочется, да. Так что до завтра. Так солнечно, внезапно выглянуло солнце. И вообще на это сегодня даже не надеялась. Мы с подругами договорились пойти в новую кофейню, посмотреть, что там. Это серф новый. У нас уже один был, этот новый. Мы, правда, договорились с подругами, а идём в итоге вдвоём с одной подругой. Впрочем, ничего нового. Идем. Сегодня прям очень приятненько гулять, ходить. Ну, не сегодня, а вот конкретно в этот момент, потому что погода меняется постоянно. Час назад шёл дождь. Интересный факт. По этой улице очень, очень опасно ходить, потому что вся улица в каштанах, и они падают, и могут упасть на голову, на машину. И я не знаю, вот я иду, и мне кажется, что у меня сейчас прилетит что-нибудь на голову. Что-нибудь колючее и тяжёлое. Страшно. Это, конечно, очень красивые деревья, в частности, осенью. Но страшно. Сидим. А вон там вот где-то стригут мальчиков, потому что это мужская парикмахерская. Парикмахерская или барбершоп? Барбершоп. Барбершоп. Ну ладно, так уж и быть, не зря дождь пошёл. Ради такого. Ой, оно ещё так прикольно. Вон там вот прям туча, потом радуга и чистое небо. Вы видели это? Это очень необычно, потому что мы шли, светило солнце. Мы удивлялись тому, что светило солнце, и вдруг внезапно пошёл дождь. И до сих пор светит солнце, идёт дождь. Всё так интересно. Очень хорошо посидели. Сёрф новый. Мне понравился, но я не думаю, что я буду туда часто ходить. То есть это чисто посидеть, поболтать. Но, наверное, даже тот, который у нас уже давно открыт, мне нравится больше. Ой, ладно, мне лень рассказывать. У меня два часа назад вышел влог на канале, прошлый. Зашла посмотреть, что там как, и я смотрю вот за два часа 200 просмотров. Расстраиваюсь, когда нет какой-то дачи. Опять YouTube меня расстраивает. Ну ладно, не будем зацикливаться на этом. Знаете, чего я не понимаю? Вы, возможно, сейчас ждёте каких-то философских рассуждений, да? Ждите дальше. Я не понимаю, почему мне всегда, буквально всегда, буквально каждый день, каждый раз очень лень идти в душ. Я не знаю. Я как бы хожу в душ, я моюсь, не переживайте. Я не знаю, почему я всё это говорю. Просто мне кажется, я не знаю, мне хочется услышать, что я не одна такая. Но мне почему-то кажется, что это вообще ненормально. Особенно, вот мне кажется, мыть голову, да, в принципе, всем лень обычно. Особенно, когда делаешь это каждый день, божечки. Ой, что-то я нажала на камере. Надеюсь, вы меня всё ещё видите. В общем, лень. Невероятно. Я не понимаю, это ненормально. Даже летом, когда вот мне очень-очень жарко, я понимаю, что можно сходить в прохладный душ, и мне полегчает даже тогда лень ходить. Я хожу, но мне лень. Такие вот у меня воскресные вечерние рассуждения. В выходные пролетели просто, я не знаю, незаконно быстро. Буквально только что я думала, ой, суббота, скоро воскресенье. И вот уже вечер воскресенье, и всё. И завтра уже понедельник. Причём вот как бы на протяжении недели я не могу сказать, что время летит. А вот выходные, это просто бжух, они просто пролетают у меня перед глазами. Ой, ладно, мне кажется, за сегодня я уже больше ничего умного не скажу. Поэтому, да. Увидимся с вами завтра. Субтитры сделал DimaTorzok Я сегодня всё-таки посвящаю испанскому языку, и вот решила сделать себе кофе, потому что я засыпаю. На скрипула кофе я. Ой, что-то как-то не очень приятно пахнет. Вообще, у меня есть подозрение, что я могу кофе, приготовленный мной, пить только днём. Ой, только утром. Днём он мне почему-то, ой, невкусный. Это же странно. Может быть, он в принципе невкусный, а утром я просто этого не замечаю. Стою, жду, пока тут всё сделается. Кофе готов. Обожаю, когда от него ещё пар идёт. Это прям добавляет ему шарма. Правда, на камере этого не видно. Здесь происходит что-то вот такое. Я себе ещё взяла шоколадку, и у меня разряжается камера. Вчера я вам немножечко поныла насчёт активности под моим видео, и сегодня у меня на канале стукнуло, так сказать, 50 тысяч зрителей. И хотя я понимаю, что не все 50 тысяч людей проявляют активность, мне всё равно очень приятно, что мы с вами растём. И да, когда я говорю про цифры, когда я говорю там 50 тысяч подписчиков, когда я говорю 200 просмотров, я не имею в виду конкретно цифры. То есть за цифрами я всегда вижу людей. Мне очень нравится общаться с вами, делиться своими своими идеями, выслушивать ваши идеи. Поэтому для меня важна аудитория. В первую очередь её наличие качества и потом уже количество. Я считаю, что мне просто необходимо, помимо нытья в этом видео, также поблагодарить вас вообще за то, что вы смотрите, за то, что вы проявляете активность. Каждый ваш комментарий, каждый палец вверх даёт мне очень крутую поддержку, очень меня радует. Я всё всегда вижу, всё читаю. Вы супер, вот вам сердечко половину, потому что вторая рука у меня занята. Мне некуда положить камеру. Ну, в общем, вот, это вам. Сейчас пол 11 утра. Я тут сижу, занимаюсь делишками. Кстати, кофе, правда, забодрил. Я не ожидала. Насколько я замечаю, что люди, когда часто пьют кофе, на них он перестаёт действовать. Скажите, как это работает с вами? Действует ли на вас кофе? Если вы его пьёте, конечно, потому что тоже не все любят кофе. Я вот раньше тут прям не любила. А вот сейчас обожаю. Я сейчас позанималась йогой, и мне так хорошо. Хотя мне казалось, что 30 минут вот то, что я делаю, это вообще никак не влияет. Но на самом деле я вот сейчас просто шевелю своим позвоночником, и он не хрустит. И это так здорово. Всем советую. Йога супер. Лень невероятной ей заниматься, но потом прям думаешь, как я горжусь собой, как мне хорошо. И позвоночник такой, кайф. И шея такая тоже. Супер, спасибо. Вот так вот мы и живём с моим организмом. Вы только посмотрите, какой контент я тут забабахала. Подождите, там уже какой-то сбербанк у меня высветился. Мой телефон совсем сошёл с ума. Он, короче, всё это время снимал кверху жёпой. Понятно. Красиво. Ё-моё. Ну просто скоро на всех экранах ваших смартфонов. Мы же тут в Москву собираемся. Я в прошлом логе говорила. Вот мы изначально собирались дальше, но в итоге мы едем втроём. И я прям очень рада, уже через неделю мы поедем. Не так долго мы там будем находиться, но всё равно. Я очень рада, что у нас будет смена обстановки, что мы что-то там интересное поделаем. Погуляем, походим в кофейне. Ой, как я рада. Вот такие вот дела. Расходила за продуктами. Наверное, сейчас вам немножечко покажу, что у меня тут есть. Ой, а что это такое? Что это? Зачем мне это дали? И вот что мне с этим делать? В общем, света нет. Так, ладно. Я взяла арахис, потому что хочу приготовить... Во-первых, я люблю солёный арахис. Начнём с этого. Я хочу приготовить кранолу. Для этого я ещё взяла овсянку. Кранолу испеку. Вот овсянка, арахис. Будет вкусно. Хлебушек. Лаваш, потому что сегодня хочу приготовить курочку. И потом, может быть, завтра можно будет эту курочку завернуть в лаваш. Что-нибудь туда ещё добавить, и будет вкусно. И к этому же лавашу купила соус. Я взяла чёрный чай с бергамотом. Вот этот вот. У меня, в общем, чёрный чай закончился уже очень-очень давно. А летом я чай не пила. И у меня в итоге остался только зелёный чай. Я пила только его. И сегодня я нашла у себя там буквально вот маленькую такую часть чёрного чая. Маленькую часть. То есть там прям горсточка у меня была. И я заварила. И поняла, что я соскучилась по чёрному чаю. Мне так захотелось его. И купила. А ещё вчера... Нет, позавчера. На Свиггинклабе мы обсуждали кофе, чай, кто что любит. И с чем чай кто любит, с чем кофе кто любит. И кто-то сказал про чай с бергамотом. И я подумала, хочу. Смотрим дальше. Вот эти штуки купила, потому что мне очень хочется как-то вкусно приготовить курицу. Но как-то не хочется сильно задумываться. Проекты для индейки. Ну кто вообще кирс, да, как говорится. Вот эти йогурты. Очень их люблю. Точнее, этот твороги. Ну вы поняли. Помидорчики. Огурчики. И вот это вот... Ой, что с тобой произошло? Флаг Испании. Маслины. Кто вас побил? Почему я этого не заметила? Ну не важно. Маслины. Всё. Вечером буду готовить кушаться. Ох, ребята, вы бы знали, какая я сейчас голодная. Настолько голодная, что мне даже разговаривать тяжело. Но я хотела вам сказать, мне очень захотелось какой-то домашней еды. Такой максимально домашней. Я сделала себе картошку. Чтобы вы понимали, я никогда себе в принципе не готовлю картошку. Я не знаю почему. Мне лень, наверное. Я навалила её целую тарелку. Это вся картошка, которая была у меня дома. И ой, как я хочу. Мне вот хочется чего-то тёплого. Вот такого. Наверное, это всё осень. Из-за того, что холодно. Прям ой, всё, ребята, я не могу. Я уже просто сейчас грохнусь в ум, если я это сейчас не съем. Доброго дня. У меня сегодня было просто сумасшедшее утро. Кто смотрит меня с прошлого года, знает, что в прошлом году у меня был такой предмет, как барное дело. Мы готовили напитки в университете. Напомню, это ещё гостиничное дело. У нас разные странные предметы бывают. А в этом семестре у нас есть кухня народов мира. Вроде так называется предмет. И мы на нём готовим. Не на каждом занятии, раз в две недели. И вот сегодня мы должны были готовить блюда итальянской кухни. Для того, чтобы готовить, естественно, мы должны там нарядиться всякие халаты, шапочки, перчатки, бахилы, всё такое. И я вчера специально сходила в магазин, в аптеку, купила себе одноразовую накидку вместо халата. И сегодня... И там на ней прямо было написано, что там хирургические наборы, одежда, накидка, нижнее белье, не знаю. В общем, полный наборчик. И я сегодня этот полный наборчик открыла за 40 минут до пары. А там просто грёбаная простынь. И мне пришлось бегать по аптекам. Я сбежала в три аптеки в поисках халата, купила в итоге. Сейчас покажу вам. Ой, тут у меня... Я была в процессе смены постельного белья, когда решила вам рассказать. В общем, что-то вот такое я купила. Короче, ну я не знаю. Но не надевается сейчас, например, вы понимаете, да? Оно супердлинное, оно большого размера. Но мне, кстати, как раз... Вот. И в этом я сегодня готовила. Но я очень стрессыну, потому что я вот понимаю, да? Я выхожу на улицу до пары 30 минут, и мне нужно где-то раздобыть грёбанный халат. Но я рада, что у меня получилось всё. В принципе, это было лучше, чем я ожидала. Я думала, что это будет просто ужасно. Нормально. Я очень не хотела эту пару. Мне очень не хотелось вообще, в принципе, этот предмет. Ну, потому что, блин, мне дома лень готовить, а вы не верю. Я извиняюсь. Такие вот весёлые дела. Сегодня у меня из планов немного поработать. У меня занятие по испанскому будет. Одно занятие по английскому я буду проводить. На улице, как обычно, пасмурно. И очень хочется чаю. Да ладно! Вы тоже это видите? Там солнце! Мне не верится, что это правда солнце. Последние две недели было очень тяжело. У меня абсолютно не было ни на что сил. И вчера был просто пик моей ненависти к погоде. Потому что я, ну, просто я пришла с университета. Я вроде как бы что-то поделала понемногу. Но мне было супер тяжело. Очень много времени просто лежала на кровати и ничего не делала. Потому что я просто физически не могла. И я ненавидела погоду. Я ненавидела себя за то, что я ничего не делаю. Ну ладно, немножечко. И вот сегодня я проснулась за полчаса до будильника сама. И я думаю, в чем подвох? Мне же так сложно было вставать, просыпаться последние две недели. А потом я посмотрела в окно. А там синее небо и солнце. Вау! На самом деле мне прям очень неловко. От того, насколько часто я жалуюсь на погоду. Но дело в том, что я просто не могу. У меня вся жизнь от погоды зависит. У меня вчера просто вот было ощущение, что у меня тело весило тонну. Я не могла им передвигать. Мозг не работал. А сегодня прям чувствую себя как обычный нормальный и адекватный человек. Вот такой у меня сегодня красивый завтрак. Великолепно просто. Немного хаоса в нашей жизни. Да. Это тосты с арахисовой пастой. Здесь банан и что? И корица. Как видите, я прям не пожалела. И здесь клубничное варенье. Как вы могли заметить, у меня в этом видео достаточно много испанского. И сейчас я снова буду сидеть учить испанского. Точнее не учить, а писать анализ вот этого графика. Действительно, в последние дни достаточно много занимаюсь. Мне нравится, потому что, когда занимаешься без каких-то больших перерывов, он прям идёт очень хорошо по привычке. Он прям очень хорошо, свободно используется. Испанский, я имею в виду. Без проблем. Правда, я почему-то вчера, вот у меня было занятие, я забывала какие-то вообще абсолютно базовые слова. Я забыла, как сказать, слово «замок». То есть я вот помнила на английском, и дальше я понимала, что он что-то там похож на английское слово. И дальше всё. И потом ещё какой-то супер... А, я забыла, как сказать, «самолёт» на испан... Ну, то есть «самолёт», ребята. Это слова, которые учатся на уровне 1. Ну, это ладно, совсем бывает. Если вы как бы... Я в русском, слова забывают. Почему бы в испанском не забыть, да? «Самолёт» на испанском. Я вылезла на улицу, и здесь очень здорово, солнечно, красиво, тепло. Я иду в кофейню, потом уже направлюсь домой. Мне в итоге даже жарко немного, я в очень тёплой куртке. Кайф. Я взяла «бамбл». Это вот этот летний напиток, который летом все пили. Кофе с апельсиновым соком, туда ещё можно сиропчику бахнуть. Но я его взяла тёплым. Вот, решила без сиропчика, всё равно вкусно очень. Сладенько, кисленько, горько чуть-чуть. Прям идеально. Через полчаса начнутся уроки, которые мне нужно провести. А пока буду сидеть кайфовать. Надеюсь, у вас такое же хорошее настроение, как у меня сегодня. Потому что я, правда, так хорошо себя чувствую сейчас. Доброе утро. О, доброе утро. Внезавтра. У нас сегодня завтрак. Вы не дома. Ты это мне говоришь? А, кстати. Секретик. В общем, я надела штаны. А я же не ела ещё. И у меня нет живота пока что. И из-за этого они мне малы. Ой, точнее, наоборот, большие. Они из меня спадают. Мне надо, чтобы у меня животик вылез. Секретик. Секретик. Который тебе вся кофейня знает, потому что я, как обычно, громко разговариваю. Самодовольная, я не знаю кто. Булочка. А это что? Я не понимаю. Пахнет вкусно. Блин, хочу купить сковородку, чтобы делать панкейки. Панкейки. Тут панкейки, бекон и что-то непонятное сверху. Здесь шоколадная вафля, маскарпоне и что-то ещё. Замечательно описываю еду. Сегодня открывается продажа билетов на концерт Моноскем в Москве. В марте будет концерт. И я собираюсь купить себе билет. И мы с подругой это всё дело обсуждаем, волнуемся. Я не знаю, на самом деле, для меня это просто что-то новое, когда ты боишься не успеть купить билет. Я вот покупала билеты на какой-то маленький концерт и билеты на Марсов. 30 секунд до Марса который. И, в принципе, там не было такой проблемы, что билеты заканчивались. А тут, а я не знаю, а есть такая проблема или нет. Я знаю, что, например, там концерт BTS, постоянно раскупают билеты и там все мучаются с ними. Для меня это что-то просто смысл, а как это-то бывает. Осталась одна минута до открытия продаж. Ой, 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 что делать? Сайт уже, сайт уже тупит. Он не работает. Сайт не работает. Он просто буквально сразу сломался. Какого черта, что там происходит? Я стрессую. Ничего не работает. Ммм, да. Оставить заявку. Да какую заявку мне надо билет купить? Страница не найдена. Ясно. Вот так вот это все происходит. Может быть, кто-то из вас тоже сейчас вот этим занимается. Сидим, покупаем билеты. Здорово. Че, вип-центр, че? Какой вип? Нет, просто тут, видишь, как бы цены какие. Мы же в этот покупаем, не в сектор, а в эту. Ну, ты понял? Все, у меня мозг не работает. Ну, чтобы не сидеть, да? Так я разговариваю, когда я нервничаю. А, в смысле? В смысле? А у меня только стоимость билетов только от 12 до 16. И у меня больше никаких нет вообще, в принципе. Вот, видишь? Стоимость билетов 40 тысяч. И все. Или я что-то не так делаю? А у меня тогда вопрос. А если сайт лег у тебя и у меня, у кого он не лег тогда? Кто смог купить? Я не понимаю. Это какие-то избранные люди или что? Ты, Григорий, их сейчас и вот за 16 тысяч тоже нет. Дайте мне билет на модыске. А, все, он опять сломался. Да в смысле? Я такое не люблю. С Марсами такого не было. Я первый раз так расстраиваюсь, что 5 тысяч не потратила. Ну, в общем, никаких вам билетов на концерт сегодня, понятно. Казалось, что их там вообще раскупили еще несколько дней назад на Яндексе. Что-то там по какой-то подписке. Я это все не знала. Но зато я купила билет на выставку, на которую мы поедем в Москве. Да, вот так вот. Если честно, я не прям очень сильно расстроилась. Конечно, хотелось бы поехать на концерт, ощутить эту атмосферу снова, потому что очень люблю концерты. Но нет, так нет. Ладно, ничего страшного. Не последний концерт в моей жизни, я думаю. Добрый вечерок, я в халате. Закончила уроки буквально, не знаю, минут 20. Надо маме позвонить, чуть не забыла маме позвонить. Как всегда, благодарю вас за просмотр этого видео. Мы с вами встретимся в следующий раз в видео из путешествия в Москву. Мы с вами посетим очень много интересных всяких кофеен. Будет очень атмосферно. Я вам обещаю, потому что осень, потому что красиво, потому что музычка будет муа. Все подробности, собственно, в следующем видео. Я пока сама точно не знаю, что будет, но посмотрим. Фолловьте свои мечты, наслаждайтесь жизнью. До новых встреч!